Я Арон Лобо, я из Флоринополи, Бразилия. Я живу в России. Я Брикстер. Арон Лобо родился в 1989 году в Бразилии. Последние 6 лет живет в Москве. Женат, мастер боевых единоборств, владелец ресторана бразильской кухни и кофейни. Кухня в Бразилии – это кухня в мире, адаптированная под нашим вкусом. То есть, если в Италии кушают пасту, в Бразилии мы тоже кушаем пасту. Если в Кавказской кухне, например, мясная кухня, у нас тоже мясная кухня есть. То есть, все, что кушают в мире, мы кушаем, только мы обязательно его адаптируем. То есть, наш вкус, он немножко… даже не знаю, как сказать точно, но… Мы, например, если любим пасту, мы кушаем пасту, но мы добавим обязательно, например, больше сыра, чтобы было очень много сыра. Мешим губерным сыром, например. И микс тоже, какие-то традиционные наши блюда, там, со временем, когда рабы к нам приехали, в Португальск, колонизаторы приехали. То есть, их основа, плюс те, которые приехали к нам позже. Ну, как, например, во время Второй войны много людей переехали из Европы в Бразилию, как такое место пацифическое, где можно спокойно жить. Естественно, приехали немцы, приехали итальянцы и так далее, с ними обязательно там своя кухня тоже пришла. В Бразилии мы начинаем день с кофе, да, с хорошего кофе. Но не все так делают далека, да, то есть, может, кто-то там какао, шоколад, что-то наподобие пьет, а я всегда кофе пью. Мне очень люблю миксировать вещей, то есть, как здесь в России кушается рис как гарнир, да, мы кушаем рис как вместе с фасолью, вместе там с мукой, вместе там с мясом, с салатом, все в одной тарелке, то есть. У нас нет такого понимания первое, второе, третье. Обязательно мясо, хорошего мяса, которое мы очень любим готовить на мангале, нашем бразильском, да, шурацкера. Салата. Я бы не сказал в холодильнике, да, что я бы сказал на складе, да, на мини-складе дома там рис, фасоль, без них вообще никак. Это наш, как борщ для русского человека, да, на каждый день рис, фасоль, муки, разные. Мы очень любим есть, конечно, любое мероприятие, вместе с едой, то есть, если с коллегами поехали куда-то встречаться, в ресторан, либо у дома кого-то, что-то приготовим обязательно, то есть. Жить, чтобы куча, это бы подошла, скорее всего. Каждый район Бразилия, каждый край имеет свои, там, традиционные местные блюда, да, там. Я считаю себя из юга Бразилии, город Флореналку, у нас есть креветки, которые приготовятся в тыкве, то есть, там со сливочными вещами. Это очень вкусная штука, да, но ее на севере Бразилии, например, не найти, да, такой формы изготовления. Но там зато найдется ватапа, то есть, блюдо сделано со сухими креветками, они сущат его специально. Каждый район есть свое. Фежуада, да, это один из наших главных блюд, который есть, кстати, очень интересная история, и даже на некоторые моменты люди говорят, что это не бразильское, это там африканское. По-нашему, как мы изучаем, выразили историю фежуады, такого, что рабы взяли остатки, то, что было на столе у португальцев, и это все миксовались с фасолем, и делали вот такое большое блюдо, там, с остатками мяса, например, ушки и свинины, никто его не есть, да, там, кроме китайцев, кстати, фанаты. Никто его не есть, они, соответственно, это добавляли в фасоль, да, там, какие-то куски свиньи и говяжьи, там, что угодно, туда все кидали, вот, и потом они делали такие, как бы, вечеринка, где они, ну, кушали и радовались, да, что такое богатая еда они кушают, вот. Некоторые люди считают, что это вообще африканское блюдо. Фежуада. Традиционное блюдо бразильской кухни. Существует несколько версий происхождения этого блюда, по одной из них рецепт фежуада. Придумали в Португалии еще до прибытия португальцев в Бразилию. Основные ингредиенты – фасоль и различные виды мяса. Блюдо подают в глиняном горшочке, украшая капустой и ломтиками апельсина. Упоминание о фежуаде часто встречается в романах бразильского журналиста и писателя Жоржа Амаду. Ну, на самом деле, я всегда себя считал гражданин мира, вот. Я живу всегда хорошо, где я живу, да, но у меня, ну, в Москве была такая хорошая социация, там, с тот места, где я бы хотел жить, да, несмотря на то, что пляжа нет и так далее. Но даже когда живешь на пляже, ты пляжи каждый день не идешь, ты идешь только там, когда время есть. А время есть только в отпуске, да, как правило. Соответственно, разницы никакой нет. Русские люди, ну, по мне, да, особенно, когда есть два вида русских – до и после знания русского языка. До знания русского языка русские люди закрыты и, ну, часто, правда, очень много людей так говорят о бразильстве, что они жестко такие и не хотят с тобой разговаривать. А после того момента, когда ты знаешь русский язык и с ними разговариваешь как свои, они очень открытые и очень веселые люди. Вот. Я, например, там предпочитаю даже, говорю, это всегда открыто, говорю, предпочитать с русскими общаться, чем с бразильцами. Потому что русские люди, они в каком-то смысле более развиты, что ли. Бразильцы мы, что мы люди, которые на пляже, тусуемся, радуемся жизни. То есть мы очень простые люди на самом деле, да. А русские, почему-то у них заморозки есть какие-то в голове очень интересные. Они постоянно думают, как расти, как там... То, что довел русских до космоса, скорее всего, они продолжаются. Вот это есть, вот это желание, там что-то, амбиция какая-то очень важная. И поэтому русские, они как философы, у меня ощущение такое. Русская кухня, она сама по себе сложная, в том числе, потому что борщ это же и украинское блюдо, насколько я знаю, да. Из русских блюд на самом деле остается что-то мало, насколько мне известно, да. Но то, что здесь едят в России, действительно, да, отличается от Бразилии, потому что тоже надо понимать. Это холодная сторона, люди будут всегда взять на первом суп. Да, мы в Бразилии там суп едим, скорее всего, вечером, не на обед, когда холодно, чтобы согреться. И только на юг. Похоже более на, не знаю, куриные бульоны, вот на такие вещи мы кушаем. Какие-то овощные, пюре, суп, тыквенный пюре, суп, например, да. Это единственное, что есть похоже, правда. Ну, и если взять южную российскую кухню, то есть то, что касается мясных блюд, да, тоже близко к нам. Остальные вообще не близко. Индийская кухня, она довольно острая, и очень много специй, да, то есть я кое-что попробовал, мне на самом деле не нравится, но я не могу его есть каждый день, просто не могу, невозможно. Вот. Китайская кухня, она мне всегда очень нравилась. До поездки в Китай. Когда я поеду в Китай, иначе там кучат какие-то супы интересные, спрашивают, что это такое. Они говорят, что это суп из голубей. Вот. Такие вещи, вообще, как бы немножко странно стал смотреть на них. Ну, короче, то, что я ел в Европе, в Бразилии и в России по поводу китайской кухни, они мне очень нравятся. Я очень люблю из супов борщ, очень люблю харчот, мы любим суп. Ну, ладно, смотря на что-то остренький, я его очень люблю. Если взять основные блюда, это, конечно, трудно. Блини, я люблю блини, вот, нормально. Окрошки я пробовал, мне поражился, но опять, раз в год можно. Когда я открывал ресторан, это не был ресторан, это было кофейное, мы занимались тем, что мы поставляли кофе из Бразилии, сюда свежий, и подавали его в, кажется, чашки кофе, чтобы люди пробовали. И делали не только как в кофемашине, но делали еще там фильтрированный кофе, как мы пьем в Бразилии в основном. Люди начали спрашивать, там, а можно там кушать что-нибудь с кофе, да, там, давайте там булочки сырные ваши бразильские, давайте это, да. Короче, вопрос бы гостей, и мы начали готовить. Соответственно, кухня появилась после кофеины. Самое, так скажем, любимое блюдо из кухни, это будет шурацка. То есть, у нас здесь специальная печь, которая готовит мясо по нашей технологии бразильской, да, то есть, это даже не на углях, это угленная печь, но там огонь промеживает, а не просто так угли. Вот, на него готовятся разные виды мяса, и это подается без ограничений в стол. Соответственно, и русскими, и бразильцами это очень нравится. Ну, русские повара обязательно под руководством бразильцев, да, потому что все-таки вкус не особо понимают, да, там, это все-таки, правда, другая кухня. Вот, а люди, которые пробуют, им очень интересно, им очень нравится. Вот, поварам нет. У меня был один человек, повар однажды, который русским был, вот, он никак не мог понимать кухню, он говорит, я не понимаю, дай петрушку добавляю, дай это, дай тот. Я говорю, нет, нельзя. А кто больше идет к нам, я бы сказал, это русские, русские, которые просто интересовались вкусом, и особенно держат Бразилию ближе, близко к сердцу, да, потому что для русских наша страна очень яркая, очень хорошие мысли передает. Естественно, не идут туда, а пытаться это чувствовать, так скажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова